Новоуральский городской округ при поддержке госкорпорации «Росатом» возобновил проведение кулинарных советов, которые с успехом проходили в советские годы. В рамках форума «Инна-Новоуральск-2015» состоялся первый такой совет. По заявленной теме – организация детского, школьного и рабочего общественного питания. Участники поработали плодотворно. За ходом совета наблюдала Ольга Бертье. Школа «Росатома», территория культуры «Росатома», «Атомиада», грантовые поддержки, пресс-туры, профессиональное общение специалистов в сфере атомной энергетики. Какие только проекты не инициировала госкорпорация «Росатом». Теперь вот поддержала проведение кулинарных советов. И тем самым профессиональное общение специалистов в сфере общественного питания. Это не просто была идея возобновить и поддержать проект. В том числе и были выделены определенные средства на проведение кулинарного совета. То есть мы попали просто в программу грантов. И какую-то помощь определенную «Росатома» оказал чисто в техническом плане проведение этого мероприятия. В рамках первого кулинарного совета состоялись поездки по столовым школ и детских садов. И личное общение гостей из других закрытых городов с сотрудниками пищеблоков, руководителями предприятий общепита и учебных заведений на Буральска. У нас есть, может быть, более показательный пищеблок. Это двухэтажное здание в школе-интернат. Мы сегодня туда не едем. Мы заканчиваем наш маршрут в здании 57-й школы, где вообще объединенная столовая и актовый зал. То есть не задача показать лучшее. Конечно, показываем новый детский сад. Всем это просто интересно, это уникальное производство. А все остальное – это просто опыт работы. Здесь такие же коллеги из таких же территориальных закрытых образований, где исторически сложилось более требовательное население к услугам общественного питания, где более повышенное требование надзорных органов к этой сфере. И тут мы уже общаемся как бы на равных. Теперь нам надо соответствовать тому мнению, которое сформировали коллеги. Я видела, я видела и лучшие пищеблоки, да, хороший последний садик, предпоследний сад. Очень хороший. Не супер там какое-то оборудование, но оборудование достаточно. Бросилось в глаза то, что администрация, управление образования поддерживают ваш комбинат школьного питания, идут ему навстречу, там и у них организован совет по питанию, очень нужная, полезная вещь. Благодарим вообще за смелость и вообще за проведение такого мероприятия. Подтвердили то, что когда профессионалы занимаются своим делом, это дорогого стоит. Одно дело слышать, как работают коллеги в других городах. Другое дело приехать и посмотреть своими глазами, как у них всё организовано, и получить ответы на интересующие вопросы, в том числе и на круглых столах. Участники кулинарного совета посетили также науральские столовые ООО «Общепит», организующие питание работников комбината. После также плодотворно, как и накануне, поработали на круглом столе и приняли участие в бизнес-тренинге «Сертификация по системе ХАСП» для специалистов общественного питания. Тема тренинга очень своевременная и важная. Сегодня безопасность пищевой продукции предприятий общественного питания отслеживается ни больше, ни меньше на государственном уровне, в том числе благодаря техническим регламентам таможенного союза, вступившим в силу с 1 июля 2013 года. Вы обратили, наверное, внимание, сейчас у нас все пищевые продукты идут со специальным таким значком «Як» написано. Теперь даже бабушки разбираются, они смотрят, если есть «Як», значит, это продукт безопасен. Если нет «Як», какой-то другой значок стоит, значит, продукт этот покупать нельзя. Все на сегодняшний день представители данного кулинарного салона, они представляют рабочее питание и питание школьников, ну, мы еще посетили питание дошкольников, посмотрели. Для них важно это входной контроль пищевой продукции. Моя мысль донести, что они должны знать все техническое регулирование на сегодняшний день, законодательную базу нашей страны и использовать в своей работе. А систему, основанную на принципах ХАСП, они разработать обязаны. Это в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза о безопасности пищевой продукции. Переходный период был до 15 февраля 2015 года, он закончился. Практически все мероприятия кулинарного совета носили информационно-ознакомительный характер. Но теперь уже ясно, кулинарным советом быть, и в перспективе, возможно, формат сменится или дополнится, к примеру, теми же кулинарными поединками. В любом случае мы будем, а, подводить итоги, второе, естественно, отчитываться перед Росатом, как это мероприятие прошло, и даже не с точки зрения, куда деньги направили, я думаю, что в этом плане тут все нормально, а просто, как бы, суть, что при проведении последующих мероприятий, что нужно еще делать, так сказать. Мы поддерживаем ваше предложение и выскажем все так же, как это было, с тем, чтобы это мероприятие, они будут сделали с радиационными. Ольга Бертье, Юрий Михалев, Антон Пылаев, Новоральская вещательная компания.